Картина Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина «Артаксеркс, Аман и Исфирь» посвящена главному эпизоду легенды. Иудейка Исфирь была взята в жены персидским царем Артаксерксом, ее родственник, воспитатель. Мардахей последовал за ней во дворец, не объявляя о своем родстве, и заслужил немилость царского любимца визиря Аман за свою непочтительность. Мардахею удалось предотвратить заговор против жизни царя, за что Артаксеркс приказал Аману воздать Мардахею царские почести. Это усилило ненависть Амана к иудейскому племени. Картина Рембрандта – один из тех шедевров, в которых его искусство достигает своих высочайших вершин. Она сравнительно невелика. Длина – 93, высота – 71 см. Сквозь полумрак мы различаем три человеческие полуфигуры. Их сдержанность граничит с оцепенением. Восстановив содержание легенды и всматриваясь в пространство за изобразительной поверхностью картины, мы начинаем волноваться так, будто давно знаем этих людей и отвечаем за их судьбы. В слабо освещенном помещении, отделенные от нас круглым пиршественным столом, сидят глубоко потрясенные только что происшедшим. Слева – в профиль царевич Аман, в центре – лицом к зрителю – царь Артаксеркс. И справа – в профиль его жена Эсфирь. И так, пользуясь доверием всесильного персидского царя, жестокий и честолюбивый визирь задумал за его спиной и от его имени уничтожить всех иудеев. Все уже было подготовлено, но рискуя жизнью, ибо никто без зова царя не смел вступать в его покое, пришла к Артаксерксу юная царица Эсфирь, пригласила его вместе с Вероломным Аманом на пир и за пиршественным столом смело обвинила визиря в коварных замыслах, направленных против ее народа. Этот исторически недостоверный рассказ об иудейской сфере, защитивший свой народ от гибели, был воспринят Рембрандтом как победа правды и справедливости над коварством и злом. Художник запечатлел момент молчания персонажей. Но это молчание, затишье перед бурей. Никто из участников сцены не смотрит друг на друга, и никто не замечает зрителя. Участники, свершающегося на наших глазах психологического поединка, охвачены той внезапной пассивностью, которая неминуемо наступает у человека вслед за тяжким известием. Бездействие героев скрывает напряженную интенсивность их душевного состояния. В этой сложной психологической ситуации решение судьбы человека. Каждая из присутствующих испытывает глубокие, но различные чувства. Выбирая для изображения драматический момент обличения, Рембрандт строит свою картину на контрасте двух образов. Уверенный в правоте своего дела вдохновенной и сфере, и застегнутого врасплох, затаившего злобу, но уже бессильного и обреченного омана. Таинственный, клубящийся вокруг героев, и за ними коричневато-черный полумрак, скрывающий аксессуары покоев царского дворца, сгущается в левой части картины, вокруг словещей, но поникшей на наших глазах фигуры преступника. Ослепительным, загадочным, золотым светом озарена лишь грациозная фигура, изображенная в профиль молодой царственной женщины. Она словно вписана в равносторонний треугольник справа от зрителя, вершину которого образует роскошный высокий головной убор из чистого золота, унизанный жемчужными цепочками. Она окончила свою речь. Мы догадываемся об этом по характерному жесту ее еще приподнятых рук, уже коснувшихся локтями края стола и опускающихся на его поверхность. В ее сцепленных нежных пальцах, выступающих из широких рукавов роскошного светлого платья, тоже унизанного цепочками из золота и драгоценных камней, еще живет последний проблеск движения руки. Как всегда, дольше всего живут у Рембранта. Исфирь еще целиком находится во власти пережитого, поэтому, смотря на нее, нам не нужно знать смысл ее стов. Ей было мучительно трудно произнести обличительную речь. Она взволнована своим поступком, как никто другой, и трепетно ждет царского приговора. Образ этой хрупкой, но героической молодой женщиной, осмелившейся открыто выступить против всесильного визиря, которого ненавидела и страшила вся страна, занимает особое место в ряду лучших женских образов Рембрандта. Содеянные ее художник воспринимает как естественные пары души, исполненные чистоты помыслов и высшего благородства. Вместе с тем, внешний облик и сферии полон поэтического обаяния молодости, женственности и прелести, что так редко бывает у позднего Рембрандта. Мы видим ее слегка наклонившееся лицо в профиль, нежное, хорошенькое, милое, написанное какой-то особенной, тающей светотенью лицо с неподвижным, словно говорящим взором печальных красивых глаз, с полуоткрытым ртом. Красота и сферии подчеркнута пышным нарядом, золотыми серьгами, драгоценным жемчужным ожерельем, сказочным головным убором, не скрывающим золотые пряди волос. Плавный контур мягко очерчивает формы чудно округленных плеч, невысокая девичьей груди, изящных рук и на спине, переходит в стремительную, не спадающую вправо до середины края картины, размытую верхнюю линию ее мерцающей золотой мантии, придающей осанке поседающей царице горделивую уверенность. Но все это восточное великолепие, мерцающее и сияющее, все это женское очарование, оказываются лишенными, собственно, материальности. Живописная светоносная палитра у Рембрандта, кажется подчиненная духовному началу, оказывается до предела насыщенной, трепетной остротой человеческих эмоций. Ломкая венциносная фигура из фири, озаренная ярким лучом света, идущим от зрителя блеск драгоценностей, горячий розово-красный цвет ее платья и пышная, вся в золотых блестках мантия, разрывая тьму, звучат как символ победы. Цвет и свет сплелись в женской фигуре воедино, обрели наибольшую силу и звучность. В трепетном движении мелких корпусных, то есть плотных и непрозрачных мазков, моделирующих складки на широких рукавах, головном уборе и мантии, в сложной игре святотенья как бы раскрывается внутренняя напряженная жизнь, которой охвачена молодая женщина. Но в жесть ее рук, в скромно опущенном взоре, склонившейся, но уже вновь при поднимающейся голове, мы читаем не только волнение, но и осознание выполненного долга. Выпрямляясь, эсферь, кажется, обретает не только царское величие, но и неприсущую женщинам силу. Ближе всех к эсфире находится величественный Артаксеркс, от которого зависит исход событий. Громадная фигура владыки персидской державы, золоченой мантии, сверкающей фантастическими переливами и бликами отпадающего откуда-то сверху и слева яркого света, отодвинута от нас в глубину. Коричневые тона сменяются, фисташковыми, зеленоватыми, оливковыми, то есть желто-зелеными с коричневатым оттенком серо-голубыми. Своей золотой короной, надетой поверх тюрбана, он возвышается почти до верхнего края картины, тем самым представляясь реальной защитой своей любимой жены и ее народа. Неслучайно величавый царь и беззащитная царица образует общую группу. Артаксеркс задумался над только что услышанным. Сдерживая яростную вспышку, он жестко сомкнул губы и властно жал, сверкающий золотом, царский скипетр. В правой руке, словно указывая им на эсфире и одновременно локтем той же руки, как бы отстраняя Амана. Глаза повелителя затуманились скорбью, душевной болью разочарования в друге. С величайшей трудностью он преодолевает в себе воспоминания и чувства жалости, чтобы принять единственное справедливое решение покарать Амана смертью. Особенно психологически точно раскрыт образ Амана. Он сидит в профиль к нам слева. У самого края стола, обреченный, одинокий, весь сжавшийся и как бы внутренне обливаясь холодом и страхом. Визирь затаился, но оцепенелая поза выдает его состояние. Он понял, что обречен. Правая рука, облокотившаяся о стол, обессилев, еще сжимает ножку широкой чаши с вином, которая сейчас, уже не сдерживаемая деревенелыми пальцами, упадет вниз и покатится по коврам. Тревожно звучит кроваво-красный цвет плаща своим глухим горением, соответствуя безнадежности и отчаянию Амана. Голова его низко опущена. Характерный профиль, приговоренного к отсечению головы человека, Рембрандт как-то подсмотрел в одной из иранских миниатюр своей коллекции. Свет помер в глазах этого человека. Образ Амана сложен. Высокая гуманность рембратовского отношения ко всем без исключения людям заставляет верить в Амана не столько злодея, сколько глубоко страдающего человека. Испытывать к нему снисхождение и даже сочувствие. Еще час назад этот уверенный, смелый, еще молодой и внешне красивый человек был на вершине власти, безнаказанности и почета. Как бы маскируя будущую внутреннюю драму, оба главных героя и царедворец Аман, и царица Эсфирь, обращенные лицом друг к другу, держат глаза опущенными вниз. Одно сопоставление Эсфири и Амана показывают на чьей стороне правда. А теперь и сила, и приговор Артаксеркса кажется предрешенным. Расстояние, отделяющее Амана от царя, кажется огромным. Его трагическая фигура темна и бесплотна. Как темны и бесплотны его мысли. Он понимает, что Артаксеркс его уничтожит. Рембрандт избегает сильной мимической выразительности. Лица неподвижны, в то время как позы и жесты оказываются в косноречивей мимике. Но, пожалуй, еще большую роль в обрисовке действующих лиц в показе драматического конфликта играет эмоциональная среда. Окружающая этих людей и сгущенная трагическая атмосфера полна предгрызового напряжения. Краски картины радеют, как уль под пеплом. Эмоциональная заряженность колорита здесь такова, что красочные оттенки воспринимаются как оттенки чувства. Красочный слой кажется живой и переливающейся драгоценной массой. Воодушевление эсфири и зловещая затаенность амана выражены уже в цветовой характеристике этих образов. Излучающий свет эсфири, ее красочный, лейтмотив, словно горящий изнутри розово-красный тон платья и сверкающее золото мантии. Противопоставлен как бы окутанный зловещим облаком аман, фигура которого едва выступает из мрака. Лейтмотив амана сгущенный, темно-красный, погровый тон. В то же время мы видим, что на каждом квадратном сантиметре холста идет изменение тончайших полутонов. Сколько бы раз мы не возвращались к картине, наш глаз будет получать все больше и больше ощущений от изменяющегося цвета. И этот изменяющийся тончайшими промежуточными тонами цвет и создает окончательную ту глубину человеческих переживаний, которыми наполнена картина. Устремленный влево от нас взгляд Артаксеркса, опущенные взоры амана и сфири, движение их рук лишь развивает и уточняет мысль художника. Свет в этой картине распространяется не только по законам линейно-перспективного правдоподобия, но и по законам, созданным художником. В самом деле, посмотрите, ведь, судя по всему, должен быть лишь один источник освещения. Свет падает на Артаксеркса с разных сторон. Артаксеркс освещен слева-сверху, а свет, падающий на и сфири, идет прямо от зрителя, но он не попадает на царя, значит, это луч. Однако, зрителя это не смущает. Он продолжает верить в правду картины. Или другая особенность, большое освещенное пятно, объединяющее фигуры из фири и Артаксеркса, сдвинута несколько вправо и уроновешена точно найденным небольшим пятнышком света на шее и плече Амана слева. В большом светлом пятне царской четы выделяется сжимаемый правой рукой Артаксеркса золотой скипетр. Эта косая полоска на изобразительной поверхности кажется раскаленным металлом, а украшение на нем жидкими каплями расплавленной и сверкающей массой. От скипетра, так же, как и от пальцев из фири, идет золотое сияние, озаряющее одежды царя, которые, освещаясь еще и слева сверху, бросают на все свой тяжелый и вязкий свет. Если изображаемые люди материально неощутимы, то поразительна материальная ощутимость, можно сказать, весомость этого золотого сияния, местами приобретающего красноватые, коричневатые, оливковые оттенки. Поразительна и свобода обращения с краской, которая, как будто набухает, плавится, течет вместе со светом. Но именно эта свобода, подвижность краски, делает ее чисто духовным фактором, непосредственным воплощением чувства. Густое, золотое сияние скипетра, задрожавшего в руке артаксеркса, оттеняет гаснущее холодное свечение, чаши, бессильно опущенный на стол аманов, внезапно потерявшим свою былую безграничную силу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok